Война в Европе. Еще несколько дней назад это была бы абсурдная, невозможная гипотеза, но сегодня можно говорить о том, что противоборство между Москвой и Киевом вряд ли закончится политико-дипломатическим урегулированием, пишет Роберто Тосканов в газете Ла Стампа. Обе стороны привели в действие механизмы жестокой радикализации, которые заставляют усомниться в возможности восстановить контроль над ситуацией, говорится в статье. Не стоит беспокоить призрак Гитлера, чтобы описать геополитическое наступление российского президента, поскольку есть другая историческая параллель, которую можно вспомнить с большей обоснованностью. Речь идет о слободании Милошевича. Как и Милошевич, который не мог смириться с распадом Югославии, Путин никогда не скрывал, что распад СССР для него геополитическая катастрофа. Более того, так же как и Милошевич, который намеревался защищать силы сербов, где бы они не находились и выдвигал претензии на присоединение к Сербии территорий, на которых они проживали, Путин утверждает, что Россия там, где есть русские. Сегодня в отношении России следует избегать ультиматумов, не заслуживающих доверия, как, например, красные линии Обамы в отношении сирийского режима. Существует лишь одна прочная политически и юридически обоснованная линия – статья 5 Устава НАТО, в которой говорится о защите страны члена Североатлантического Альянса в случае нападения на него. За этой чертой – политика. Политика, выражающаяся в переговорах и давлении, стимулах и сдерживании, компромиссах и твердых позициях, интересах и ценностях, но самое главное – в осознании собственных сил и их пределов, пишет автор статьи.